Если бы в 13 лет мне кто-то сказал, что я раздам миллион долларов в одном видео, я бы не то что не поверил, я бы даже не знал, сколько это вообще. В то время для меня и 50 долларов было много. Я из простой семьи из маленького городка в Северной Каролине. Рост с братом, воспитывала нас мама. Ничего особенного. И как бы странно это сейчас не звучало, когда я был моложе, мне очень не нравилось находиться рядом с людьми. Я был закрытым, в то же время настырным. И когда мне что-то нравилось, это просто поглощало мою жизнь. Моим первым таким поглощающим увлечением был бейсбол. Я не хотел заниматься ничем другим. Но первый выход на бейсбольное поле, на обычную тренировку, был самым неловким моментом в моей жизни. Я вообще не знал, как общаться. Я был очень застенчив. Ничто в мире не могло заставить меня первым завести беседу. Это было чем-то невозможным. Вторым моим увлечением был ютуб. Это было все, что я тогда смотрел. Мне очень хорошо запомнилось одно видео из тех времен, где один из моих любимых ютуберов сказал, что бросает работу и будет зарабатывать только на ютубе. И это было до того, как началась вся эта шумиха вокруг блогеров. Многие даже не знали, что на ютубе можно зарабатывать деньги. В общем, после этого видео все у меня перевернулось, и мне тогда было только 12 лет. Я подумал, подожди минутку, можно зарабатывать деньги просто так, снимая видео. И я такой, блин, да это же круто. Я однозначно хочу заниматься этим. Это одно из моих первых воспоминаний о моем пути ютубера. Посмотрите, разве это не прекрасно? У меня скоро будет 9000 подписчиков. Вот такие видео я снимал, когда мне было 14 лет. А потом, когда мне было 15 лет, мне поставили диагноз болезни крона. Это было довольно тяжело. В основе это заболевание лежит воспаление кишечника. И так как он воспален, то не может хорошо перерабатывать пищу. Плюс сам процесс сопровождается сильной болью. Было такое чувство, как будто кто-то проводит ножом по твоему животу. И в итоге я не мог нормально питаться и ел очень мало. Я похудел с 80 килограмм до 63. Я помню эту цифру, потому что это был мой самый низкий вес. И при росте, метр девяносто, я был похож на тонкую хрупкую веточку. Я имею в виду, я едва мог стоять на ногах. У меня не было сил ни на что. Я даже не хотел ходить в школу. Я просто ненавидел свою жизнь тогда. Я был очень несчастен. Возможно, я бы продолжил играть в бейсбол в колледже. Но болезнь крона определенно изменила треакторию. И я такой, окей, с бейсболом покончено. И тогда я просто залип в ютуб. Я был одержим. Моя застенчивость, неразговорчивость, отсутствие уверенности в себе были большими препятствиями в моем становлении. Но снимать видео оказалось проще. Плюс я это очень любил. Да, я не любил разговаривать с людьми, но снимать видео это другое. Я был в полном одиночестве, снимал целыми днями и привык к этому. Я так полюбил это, что уже не представлял жизнь без ютуба. Когда я только начинал, у меня был очень хреновый ноутбук. Кажется, мой брат получил его на рождество. И в итоге я просто забрал его и пользовался. Я не знал, как монтировать, как настраивать цвет, как делать звук. Я вообще ничего не знал. Не было ни хорошего оборудования, ни денег, чтобы его купить. И я просто брал и делал на том, что есть и как есть. Главное, чтобы это видео воспроизводилось. Первые несколько лет я, конечно же, ничего не зарабатывал на ютубе. Чтобы получать рекламу, нужно было быть очень известным. Я был просто неинтересным людям. Многие из моих ранних видео были полным отстоем. Я много работал, но чувствовал, что ничего не получается. Но я думал, что если я буду делать это достаточно долго и регулярно, в конце концов, все получится. Я не знаю, почему у меня тогда было такое мышление. И я не бросил все это. Наверное, потому что я это любил. Поэтому я не мог остановиться. Меня всегда тянуло к этому. Я не представлял, чем я еще буду заниматься, если не ютубом. Одной мысли о том, что однажды я чего-то добьюсь, было достаточно, чтобы я был счастлив. Плюс я не хотел поступать в колледж. Моей целью в старших классах было никогда не поступать в колледж. Я тогда думал, что если я смогу заработать достаточно денег до окончания школы, то смогу отказаться от колледжа. Вот тут-то я и удвоил, и даже утроил свои усилия по ютубу. После этого я начал зарабатывать несколько долларов в день. В итоге мне все-таки пришлось идти в колледж. Но на ютуб я сделал еще больше упор. Я даже перестал ходить на занятия. Маме, конечно же, я этого не сказал. В общем, пока я учился в колледже, я снимал видео. Именно в период колледжа у меня была самая большая мотивация вести ютуб. Я стал упорнее. Дела пошли в гору. Наконец-то начали расти подписчики. И я смог заработать достаточно денег, чтобы переехать. На тот момент я зарабатывал уже около 1000 долларов в месяц. Я просыпался, работал над видео, потом ложился спать. И так каждый день. Вот такой у меня был гиперрежим. Тогда мои видео были глупые и занимали очень много времени. Например, в одном из видео я считал до 100 тысяч. Никто на ютубе никогда ничего не делал подобного. Я просто считал 40 часов. Итак, погнали. Один, два, три, четыре. Это привлекло тону внимания. Это одно из моих первых вирусных видео. И тогда меня осенило. Если я буду делать такие необычные вещи, то люди будут смотреть меня. Я понял, что если действительно выкладываться по полной и быть при этом уникальным, невозможно не достичь успеха. Я сделаю вещи, которые никто другой не сделает, потому что это сложно. А людям очень интересно на такое смотреть. Ладно, давайте перейдем к более интересным вещам. К моей первой в жизни рекламной сделке с брендом. В общем, со мной связался менеджер одной компании и предложил 5000 долларов за видео. Что было безумием для меня в то время? Я просто сниму одно видео и получу за это 5 штук баксов? Но я пошел дальше и сказал, я хочу 10 тысяч долларов. Он такой, нет, 5, это максимум. Я такой, нет, я хочу взять 10 тысяч долларов, пойти на улицу и отдать эти деньги бездомному. И он такой, что, правда? Эй, привет, я снимаю видео для ютуба. Вон стоит моя камера. Вот возьми это тебе. Здесь 10 тысяч долларов. Это правда, я не шучу. Видео получилось отличным. Бездомный был счастлив, рекламодатели были счастливы и я тоже был счастлив. И так как это видео хорошо зашло, я снова попросил денег и снова их раздал. И тут у меня возникла гениальная идея. Если я буду брать рекламные деньги и раздавать их в видео, то оно будет хорошо продвигаться и окупаться. Потом я заберу деньги с этого видео и раздам их в новом видео. Таким образом я создал цикл, в котором все ролики будут набирать просмотры. А сам буду использовать бренды для того, чтобы помогать людям и делать их счастливыми. Я тогда был просто в шоке от своей идеи. Я как будто взял и разгадал секрет успеха. В некоторых своих видео я раздавал больше миллиона долларов. Кто-то скажет, ты сошел с ума. Но поймите, я не хочу только зарабатывать деньги. Мне нравится делать уникальные, сложные, сумасшедшие и безумные вещи. Я хочу в позитивном ключе влиять на людей и делать их счастливыми. Так что каждый раз меня заряжают не сами деньги, а то, как я порадую людей своей новой безумной идеей. Понимаете, я не смог бы стать тем, кем стал, если бы ориентировался только на заработок. У меня были совершенно другого рода желания, чем просто желание стать богатым и знаменитым. Именно высшие цели и любовь к своему делу помогли мне выйти на такой уровень. Именно это и помогло мне так много времени уделять работе и не выгореть. День за днем, год за годом я работал, не покладая рук. И, конечно же, все это привело меня к огромным деньгам. В моем идеальном будущем, в течение следующих десятилетий, я продолжаю зарабатывать сотни миллионов долларов. А потом, когда мне стукнет 50 и у меня на счету будет 1 миллиард долларов, я просто возьму все эти деньги и открою несколько тысяч приютов для бездомных. Вот как-то так. Я знаю только одно, я хочу и дальше помогать людям. Это делает меня счастливым. Я хорошо себя чувствую, когда вижу, как светятся лица людей. Когда вижу, как люди удивляются или плачут от счастья. Это чувство ни с чем не сравнится. Вот почему я этим занимаюсь.